Группный план Воздушно-космической обороны Алмаз-Антей Постоянно развивается, растет, Расширяет производство Все это возможно в первую очередь Благодаря его коллективу В котором почти 5000 человек Говорит директор предприятия Александр Иванов Мы выполняем большое количество Государственных контрактов и экспортных заказов Завод выполняет все планы Показатели успешно Государственный заказ у нас есть До 2027 года Экспортные контракты у нас на 3 года вперед Таким образом мы очень уверенно смотрим будущее У нас хорошие социальные программы У нас высокие зарплаты Количество работников увеличивается У нас есть планы по строительству Некоторых объектов В перспективе через год-два Мы добавим еще около 200 рабочих мест На заводе проходит очень серьезная модернизация Производства, ремонт основных фондов Я думаю, что жители города Кирова Это видят даже с внешней стороны Как меняется завод А работники завода это чувствуют В каждом цехе, на каждом участке Не только чувствуют, но и стараются Использовать с полной силой Выполняя и перевыполняя поставленные задачи За этот труд около 200 из них Получили в день рождения завода Награды, в том числе почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России И концерна «Алмаз-Антей» Мастер отдела технического контроля Елена Куклина, которая отдала заводу 34 года своей жизни Стала одним из 27 сотрудников Заслуживших федеральную награду Заклад в развитии и достижении цели деятельности предприятий Высокий профессионализм при выполнении производственных задач Подчетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Награждается Награда министерская для меня, конечно, очень почетна Проработав столько лет на заводе Министерская награда для меня – это гордость и радость На заводе я прожила всю свою жизнь Здесь и культурная жизнь, и бытовая Здесь я нашла себе и мужа Работает на АвиТеке и муж Елены Ершовой Которая сейчас занимает должность начальника технологического бюро завода Я пришла на этот завод после студенческой скамьи в 2001 году Меня завод очень хорошо принял У меня был замечательный начальник, который помог мне вырасти в специалиста Я занимаюсь своим любимым делом, работаю по специальности И я не представляю жизни без своего любимого предприятия Я очень рада, что оно развивается У нас прекрасное руководство, которое превратило наш завод Просто в какое-то сказочное предприятие У нас вообще всегда был очень дружный коллектив Замечательно организовывают праздники и мероприятия Поэтому меня вообще все очень радует А проходить торжественные мероприятия Теперь будут в том числе и в новом конференц-зале Который был открыт две недели назад И стал одним из объектов, преобразившихся в ходе масштабной реконструкции Одного из зданий завода, рассказывает Александр Иванов Конференц-зал открыли две недели назад Как раз в преддверии дня рождения завода И в преддверии дня машиностроителя Для того, чтобы теперь у нас Канун объединения двух заводов Мы могли собрать руководящий состав, который увеличивается Мы могли собрать, как сегодня, передовикое производство Мы построили новый, красивый, современный зал Который оборудован всей медийной техникой Мы можем проводить видеоконференции с концернов Любим предприятиями, проводить различные презентации в этом зале И, в общем-то, мы вышли на новый уровень возможностей в этом плане В этом же, к слову, историческом здании 24 июня в день парада Победы на Красной площади Был открыт обновленный музей истории завода Основанный более 50 лет назад Причем посещать его могут не только сотрудники предприятия Но и все кировчане Несколько просторных залов, в которых представлена гражданская продукция Выпускаемая когда-то заводом от стиральных машин до детских игрушек И военные образцы От тех, что производились во время Великой Отечественной войны До суперсовременных установок Можно не только посмотреть на сами ракеты Но и увидеть их боевые возможности Они демонстрируются на впечатляющих видео Благодаря мультимедийному проекту Реализованному заводом вместе с компанией «Росвидео» Также в ближайшее время закончится ремонт столовой И помещений для отдела кадров Заботятся на предприятии и о бывших сотрудниках В день рождения завода, который совпал с днем пожилого человека На предприятии открыли обновленное помещение для Совета ветеранов Спустив его с третьего на первый этаж Тем самым упростив участь всех, кто в него обращается А обращений этих, по словам председателя Совета ветеранов Василия Русинова, очень много У нас очень большой спектр услуг Я по прошлому году скажу У нас только письменных заявлений было 617 На оказание материальной помощи Это и оплата путевок санаторных Это бесплатные обеды Проводили мы всевозможные поездки По музеям, по Кировской области Многие ведь просто хотят прийти и пообщаться Очень много телефонных звонков Спрашивают одно, второе, третье Ну и самый большой такой проект, который всегда был у нас Дню пожилого человека Всего в Совете ветеранов завода 3500 человек Есть среди них участники войны К юбилею Победы в этом году завод выплатил им по 25 тысяч рублей А труженикам тыла по 10 Также все ветераны завода получили продуктовые наборы Об отличном отношении к себе говорит и молодежь предприятия Называет свой завод самым современным Предприятие же не намеренно останавливается